Ситуация не первый год развивается. Второй год работает Бюро по защите прав предпринимателей Владимирского областного отделения «Опора России». И в прошлом году, примерно в это же время, у нас стали поступать обращения от предпринимателей, которые получали претензии от ООО «Маша и медведь», о том, что нарушены их права, соответственно, использование этих логотипов. Соответственно, по суммам претензий шла сумма от 50 тысяч рублей. Соответственно, когда стали смотреть на ситуацию, предпринимателям мы подготовили и образцы отзывов, и судебную практику, которая по этому вопросу сформировала к тому моменту. В этом году, опять мы с вами в том же временном промежутке, сейчас предприниматели стали обращаться уже по фиксикам. Соответственно, когда посмотрели на сайт арбитражного суда, действительно правообладатель, аэроплан сейчас выходит в суд, в том числе и в арбитражный суд Владимирской области, с соответствующими исковыми заявлениями сумма иска, опять же, те же самые 50 тысяч рублей. Конечно, мы опять информацию обновили для предпринимателей, активно начали распространять отзывы, позицию опоры России, и вот в частности обратились за помощью в средства массовой информации с пресс-релизом, где как бы свою правовую позицию, как предпринимателям действовать, мы обобщили. И в частности, вот первое, на что мы отталкиваемся, это одно то, что все-таки правообладатели не стараются изъять эту контрафактную продукцию из оборота. То есть они обращаются в суд за взысканием компенсации за нарушение, то есть, по сути, за денежными средствами. А вот сами заколочки, носовые платочки, блузки, футболки, почему-то не ставится вопрос об изъятии их из оборота. Хотя, если бы, вот действительно, мы хотели бы, даже вот мы с вами хотели бы защитить свои права, наверное, первым делом мы что бы настаивали? На обращение в правоохранительные органы для того, чтобы весь контрафактный товар был изъят, прежде всего, из оборота, да, чтобы пресечь дальнейшее нарушение наших прав. И вот когда мы стали поднимать судебную практику по данному вопросу, суд этот аргумент как раз тоже учитывает. Он говорит о том, что правообладателям должно быть отказано в судебной защите по причине того, что они злоупотребляют своими правами. Их действия направлены исключительно на получение вот этой денежной компенсации. То есть это не говорит о том, что Владимирское областное отделение, опору России, говорит, давайте нарушать права авторов, соответственно, и давайте не платить за, соответственно, исключительные права. Нет, мы наоборот. Когда предприниматель к нам приходит на прием с претензией, и когда есть возможность досудебного разрешения вопроса, мы всегда предпринимателю говорим, обратитесь, пожалуйста, к представителю правообладателя и постарайтесь решить вопрос путем заключения досудебного соглашения. И у многих это удается. Почему мы, прежде всего, призываем предпринимателям не сбрасывать со счетов такой вариант досудебного разрешения? Во-первых, он дешевле. По причине того, что когда мы смотрим, какие соглашения заключаются, это 10 тысяч рублей против 50 тысяч рублей, с которыми иск потом выходит. Это нет затрат на юриста в процессе. И, соответственно, расходы по госпошлину, которые потом взыскиваются арбитражным судом. Это вопрос закрыть ситуацию в настоящий момент. Ну а второй, то, что мы предпринимателям объясняем, права-то вы нарушили. Вы должны дать адекватную компенсацию, соответственно, той ситуации, которая сложилась. И возместить правообладателю вред, который причинен. То есть в данном случае, если был предметом купли-продажи заколка стоимостью 20 тысяч рублей, но, наверное, как-то больше 10 тысяч рублей, все-таки, наверное, этой ситуации просто не стоит в плане возмещения каких-то потерь правообладателей. Поэтому мы всегда разъясняем, что первое, позвоните по телефону, который указан в претензии, и постарайтесь договориться мирно, заключив соглашение о выплате какой-то суммы, которая для вас будет адекватна и адекватна для правообладателя. Дальше, если все-таки это не удается, дело выходит в арбитражный суд Владимирской области. И сейчас вы можете на сайте арбитражного суда прямо официально посмотреть. У нас электронное правосудие, все дела выложены в свободном обороте. Если выборку сделать по арбитражному суду Владимирской области, то вот пять страниц дел у вас высветится. Это только по, допустим, Маше и Медведь, которые находятся на рассмотрении или находились на рассмотрении в арбитражном суде Владимирской области. То есть с чем обращаются? То есть та же сумма у нас с вами 50 тысяч рублей уже по исковым требованиям. Арбитражный суд все-таки рассматривает вопрос всесторонне. Конечно, судьи для принятия решения должны учитывать все нюансы дела. В том числе, в первую очередь, как мы с вами и говорили, нет ли места злоупотребления правом, да, обязательно суды такой вопрос ставят. А во-вторых, то есть всегда применяют постановление Конституционного суда Российской Федерации. Как я вам в начале интервью говорила, что ситуация эта длится не первый год. Мы вот ее уже наблюдаем в рамках бюро второй год. Поэтому в прошлом году по обращениям и опоры России, и уполномоченного по защите прав предпринимателей, и судов Российской Федерации, в частности, по запросам арбитражного суда Алтайского края, было рассмотрено аналогичное дело по размеру компенсации. И Конституционный суд Российской Федерации обратил внимание на то, что, несмотря на тот факт, что эти отношения гражданско-правовые, да, и, в принципе, должны решаться как равных участников процесса, но, тем не менее, вы прекрасно понимаете, возможности крупной фирмы, да, в борьбе с индивидуальным предпринимателем, который, допустим, арендует торговую точку, там, в Эре-2000 или на Славянском базаре, и весь ассортимент которого, да, самая дорогая покупка, там, 250-300 рублей. Ну, несопоставимы возможности и по наему юристов дорогостоящих, и, соответственно, участие в судебных процессах. Поэтому Конституционный суд, он просил арбитражные суды, суды при рассмотрении дел учитывать данные факты, и дал соответствующие рекомендации в плане того, что для индивидуальных предпринимателей, которые в первый раз совершили такое нарушение, соответственно, исключительных прав, к ним может быть применено просто предупреждение без штрафа. Конечно, ну, этот вопрос нельзя решать вот просто по всем категориям дел, да, все-таки каждое дело индивидуально, и, извините, может быть, там действительно нарушение более серьезного, да, чем вот то, которое мы примеры правоприводили, но, тем не менее, Конституционный суд говорит, учтите при рассмотрении дел. И поэтому суды, как вот показывает практика, они со всесторонне рассматривая дело, уже как бы рассматривают вопрос о снижении размера компенсации, то есть сумма получается у нас 10-20 тысяч рублей. При этом у нас вот арбитражный суд просматривали не одно дело, он объединяет, допустим, по Маше и Медведе их в одно дело, то есть не 10 тысяч за Машу и 10 тысяч за Медведя, а в целом за Машу и Медведя. Тоже это как бы плюс, да, для предпринимателей, потому что, как правило, вот последняя, допустим, предпринимательница обращалась, у нее покрывало. Конечно, там и один мультгерой расположен, и второй мультгерой, и если бы за каждого по 10 тысяч, наверное, это уже, ну, такая, дорого получилось бы для предпринимателя. Поэтому здесь соответствующие изменения законодательства на сегодняшний момент мы отслеживаем лояльность по отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства. Единственное, опять же, при составлении отзыва на исковое заявление мы предпринимателям объясняем и процедурные моменты, потому что, как правило, эти дела арбитражные суды рассматривают в порядке упрощенного производства. Это когда нас, вот, допустим, с вами, как сторон процесса, в суд не вызывают, а весь оборот ведется в письменно. Мы из определения суда подчеркиваем, когда надо, соответственно, подать отзыв на заявление, представить дополнительные доказательства, чтобы не нарушались сами требования арбитражного процесса. И, соответственно, исходя из обстоятельств дела, отзыв, чтобы можно было доказать, что, во-первых, это субъект малого и среднего предпринимательства, что действительно он не хотел всех Маши и Медведей Российской Федерации, допустим, или всех фиксиков продать, а действительно это какая-то разовая акция, в первый раз совершенная. Любой продавец, когда приобретает товар, он должен получить на него исчерпывающий комплект документов. Соответственно, как правило, это товарная накладная, да, где прописана сумма, за которую товар поступил. Но, как правило, мы имеем дело, ну, Маша и Медведь, фиксики, это все-таки детский товар, да, к нему есть тоже определенные требования. В виде соответствия декларациям, сертификатам соответствия, то есть то, что это игрушка или какая-то вещь, будет безопасно. Но также к нему, если есть какие-то зарегистрированные права, в данном случае на Машу и Медведь, на фиксика, то должны передать эти права конечному продавцу. И если такой договор не поступил вместе с товарно-сопроводительными документами, то, значит, этот товар будет нелегально находиться в обороте, ну, как бы на территории России. И его следует все-таки при приеме товара рассмотреть, как определенный контрафактный, да, и вернуть обратно поставщику. Вопрос в другом, что вот предприниматели маленьких торговых точек, соответственно, они говорят, ну, откуда мы действительно это знаем, что он должен из себя представлять. Там же на коробочке написано, да, что вроде как бы все в порядке, и, соответственно, ничего больше не надо. Просто, то есть, конечно, мы понимаем предпринимателей. Все Маши и Медведи, фиксики, мишки, теди и так далее – это ходовой товар. Детки на них быстро реагируют. Конечно, они быстрее купят узнаваемого мультгероя, нежели какого-то неузнаваемого. Мы не говорим, что не надо продавать. Надо брать просто дополнительно комплектом документов еще договоры на то, что права на право продажи, в данном случае этой игрушки, перешли к конечному продавцу, ну, в данном случае, к этому индивидуальному предпринимателю. И в противном случае не рисковать, принимая такой товар, да, потому что правовые последствия будут в виде исков в арбитражный суд, да, и взыскания определенной денежной суммы. Ну, вот как показывает практика арбитражных судов Российской Федерации, я подчеркну, не только наши, да, суды, но и других регионов, они прямо четко так и указывают о том, что предприниматели не предпринимают мер для предотвращения ввоза контрафактной продукции. Это не мои слова, это прямо решение арбитражного суда Приморского края от 2 февраля 2016 года, которым данные обстоятельства четко установлены. Решение суда, вступившее в законную силу, да, и поэтому мы с вами можем отталкиваться, да, то есть судом всесторонне были изучены доказательства, и к такой выводу пришли, что реальной борьбы с контрафактной продукцией правообладатели не осуществляют, подавая в суд тысячи исков. Это мы с вами вот прямо четко цитируем, да, решение суда по делу. Поэтому говорить об определенном злоупотреблении права, конечно, ну, как бы представляется возможным. На сегодняшний день опора России является общественный приемный по уполномоченному по защите прав предпринимателей во Владимирской области, по выиграв конкурс у департамента, соответственно, развитие предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. И мы, конечно, сейчас, готовя правовую экспертизу для уполномоченного по защите прав предпринимателей Третьякова Дмитрия Николаевича, конечно, мы указываем в том числе не только на правовые вот эти аспекты, но и вот данные факты о том, что все-таки должна в первую очередь присутствовать борьба с контрафактом. И этот товар просто не должен быть на территории Российской Федерации, если, соответственно, правообладатели по каким-то причинам не справляются с таким наплывом, как вот предприниматель нам говорит, это же все Китай печатает, это же все Китай делает. Ну, то есть определенный заслон, значит, тогда должен стоять, наверное, на границе Российской Федерации. И второй вот момент, сейчас вот опор России, и обобщая второй год уже вот документы, да, по данной категории дел, конечно, мы говорим уполномоченному готовим законодательное предложение в плане того, чтобы все-таки нормы Гражданского кодекса, которые предусматривают сейчас просто взыскание компенсации, были введены все-таки в определенное правовое русло по размеру, да, не вот на постановление Конституционного суда от 13 декабря в 28-п отталкивались предприниматели, а все-таки от конкретной нормы закона, которая бы четко расписывала, да, что за такое-то правонарушение, ну, допустим, заколочку стоимостью там до 20 тысяч рублей, компенсация не больше, там, 10 тысяч рублей, там, стоимость футболки, допустим, 250 рублей, там, компенсация, там, не больше 15 тысяч рублей, но, чтобы предприниматель четко понимал, да, какой все-таки компенсацию он должен будет заплатить правообладатель, если все-таки он примет для себя решение продавать такой товар. Ну, во-первых, мы сдадим ее уполномоченному по защите прав предпринимателей по Владимирской области Третьякову Дмитрию Николаевичу, я думаю, он направит уже уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Титову Борису Юрьевичу для включения в ежегодный доклад президенту Российской Федерации потому что, действительно, эта проблема носит системный характер и мы должны в этом плане, да, установить какие-то законодательные нормы. И второй момент, конечно, подключим федеральный аппарат уже «Опоры России» как федеральной организации для направления соответствующих законодательных инициатив уже по линии «Опоры России». То есть для того, чтобы нам все-таки вот ту борьбу, которую сейчас ведет малый бизнес, соответственно, нам ввести в правовое русло в дальнейшем. На сегодняшний день мы на сайте «Опоры России» Владимирского областного отделения разместили пресс-релиз со ссылками на постановление Конституционного суда, на ссылки на другие суды, как действовать предпринимателю. Это первое. Второе. Можно обратиться на личный прием. Соответственно, позвонить в исполнительную дирекцию «Опоры России» или прийти «Мира-25». Соответственно, мы принимаем бесплатно, абсолютно консультируем предпринимателей. Когда предприниматель к нам приходит на личный прием, мы выдаем ему и решение судов, и, соответственно, как пропозицию подготовить. И, кроме того, сейчас мы готовим ответ от имени уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области о том, как он видит эту ситуацию. Потом передаем соответствующий документ, как общественный приемный, уже на подпись уполномоченного. Я думаю, что вот этих всех доказательств будет достаточно для того, чтобы предпринимателю отстоять позицию в суде, если, конечно, он не воспользуется возможностью заключить досудебное соглашение.